Сегодня мы здесь собрались по поводу традиционного для Харькова праздника классической музыки. Это арт-фестиваль Харьковской обохианы. Этот фестиваль проводится очень давно. Своё название он получил в 2002 году. До этого фестиваль всегда был традиционным. Но вот с обновлённым именем ему уже в следующем сезоне будет 10 лет. В каждом году, в каждом фестивале мы стараемся представить что-то новое, необычное, чего не было до сих пор. И вот в этом фестивале, в фестивале Бахьяна 2011, безусловно, такой резюминкой стал приезд наших дорогих гостей, музыкантов из Германии. Это Кристоф Гербет, в которой в Харькове уже далеко не первый раз. Он в Украину выступает за четвёртый год. Но в этом году у нас совершенно необычная даже для нас программа. Кристоф Гербет — это соло-гобоист и директор оркестра оперного театра Ладис Бюнгензакса. И доцент нового баховского общества в Рейциде. Собственно, Кристоф был первым музыкатом, который привёз к нам в город и дал возможность харьковской публике услышать влучание такого совершенно замечательного инструмента, как «Гобой дому». Это старинная разнаменность гобоя, очень распространённая в музыке времён баха. И, собственно, таких инструментов в Харькове нет. И Кристоф в своих программах традиционно использует два инструмента. Современный гобой и гобой дому, который он привозит вместе с собой. Второй гость, который в Украине впервые, и который впервые в Харькове, — это Андреас Скотти Бёрджер. Это известный немецкий джазовый исполнитель и композитор. Он свободно владеет и импровизирует на фортепиано, апгане, вибрафоне, бас-гитаре. Собственно, это имя уже известно Харьковской публике, поскольку два года назад, тоже в рамках Баховского фестиваля «Харьковская бахиана» состоялась премьера, фактически даже мировая премьера, первое исполнение, сочинение Андреаса Скотти Бёрджера. Калаш, состоящий из двух частей, родыбольский баховский калаш и лошадский джазовый калаш, сочинение, которое написано для Гобоя дому и струнного кринкета. Это сочинение было посвящено Кристофу Гербету и впервые прозвучало именно в Харькове, в рамках Харьковского баховского фестиваля. И сразу скажу, что в этом году это произведение еще раз прозвучит в Харькове на концерте 27 марта, но уже в присутствии самого акта. Вот именно с приездом Скотти связана та премьера, которую мы представим в Харьковской публике в этом фестивале, а именно совершенно необычный и для Харькова, и для меня лично, вечер органов импровизации. Это концерт, который мы назвали «Баб и импровизация», в котором будут участвовать три солиста. Это я, Скотти Бёрчер и Кристоф Гербин. И вот функция моя и Кристофа будет в том, что мы будем исполнять оригинальные баховские темы, оригинальные баховские сочинения, а Андрея Скотти Бёрчер на эти темы будет свободно импровизировать на Аргане и на Роян. Эта программа такая вот максимально свободная, я сам еще не представляю, как будет выглядеть этот вечер, но я уверен, что подобный эксперимент понравится не только исполнителям, но и всей харьковской публике. А второй вечер, который будет на следующий день, который станет закрытием баховского фестиваля в воскресенье, это концерт, в котором будут исполнены самые красивые арии Иоганна Себастьяна Баха, написанные для голоса и солирующего Габоя или Габоя Даму. То есть здесь главным солистом, главным исполнителем будет, естественно, Кристоф Гербин. Принимают участие солисты-вокалисты харьковской филармонии и струнный квинтет, который вместе с Арганом будет создавать вот такое оркестровое инструментальное сопровождение. На этом же концерте, в завершении вечера, будет исполнен коллаж Скотти Петча. В этом Zusammenhang möchte ich mich erst einmal bedanken, dass wir hier гäste der Радклево-филармонии sein dürfen bei diesem бах-фест. Это macht uns очень Spaß, mit den музыканern hier zusammen unsere Erfahrungen weiterzugeben, die wir mit der бах-tradition in Deutschland haben, und mit den музыканern zusammen zu musizieren. В первую очередь, он хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить за то, что они могут быть гостями Харьковской филармонии. Им доставляет большое удовольствие делиться своим опытом общения, своим опытом освоения баховской традиции в Германии с украинскими музыкантами. Им доставляет удовольствие работать с нашими музыкантами. Это будет уже третий его концерт в Харькове, и второй связанный с баховским фестивалем в Харькове. И он сам считает, что это хорошая традиция. В таком случае, у сотрудничества Станислава Калинина и Кристофа Гербета существует предыстория. И Кристоф рад, что в этот раз он мог привести с собой еще одного гостя, Андреаса Скотти Больчера. Да, я буду gleich mal это слово к тебе. И Кристоф предоставит слово своему коллеге. Да, я очень благодарен, что я могу здесь быть. Я надеюсь, что я в таком случае, это мой второй день сегодня, я очень много хороших и прекрасных людей. Он также благодарит за возможность быть здесь, и его радует то, что за свое короткое пребывание здесь, он в Украине всего лишь второй день, смог познакомиться с таким количеством милых людей.